Здравствуйте! В эфире Крымлиф, программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня выпуски о таких темах. Крыму не хватает как минимум 200 мегаватт электроэнергии, поломки в сетях продолжаются. Торговать с полуостровом запретили на государственном уровне. Регулировать энергопоставки Кабмин отказался. Окупационные власти отнимают скважины у судакских предпринимателей. Тему водных ресурсов обсудим с гостем в студии. Репрессии против семьи Костенко, против брата Политузника хотят задействовать карательную психиатрию. Мнение адвоката. Объединить донбасские и крымские санкции против России просит мировое сообщество лидеры крымско-татарского народа. Итог ежегодной встречи с дипмиссиями. Подача электроэнергии в Крым теперь идет по двум веткам из России и по одной из Украины. Вод в строй второго силового кабеля из РФ провели на этой неделе. Теперь полуостров в целом получает сутки около 1000 мегаватт, при зимней потребности в 1200 мегаватт. В сетях Крыма продолжаются аварии. Массово выходят из строя и генераторы, утверждают крымские спасатели. В Крымэнерго нет специалистов, чтобы их ремонтировать. Режим чрезвычайной ситуации сохранен, поскольку нехватка электроэнергии в регионах тоже сохраняется. Так, Симферополь просил добавить городу 16 мегаватт в сутки, но лимит ему не увеличили. Окупационные власти предупреждают симферопольцев лифтами в первую половину дня и вечером лучше не пользоваться. Аксенов жалуется на потери в сетях 15-16% электроэнергии. Говорит, крымчане не экономят и воруют. А вот вопросов к Путину об энергоситуации у крымских журналистов почему-то не возникло. На ежегодной пресс-конференции ему самому пришлось жаловаться, что, мол, оборудование Крымэнерго очень старое. Для крымчан это, конечно, совсем не новость. В Крым возвращается полноценная жизнь после так называемого блэкаута, который продлился больше недели. С начала 2 декабря президент России запустил первую ветку энергомоста из Краснодарского края в Крым. Потом 8 декабря Украина возобновила поставка электроэнергии по одной из четырех линий электропередач. А 15 декабря подключили вторую ветку энергомоста в Крым. Теперь можно сказать, что свет в Крыму есть практически везде, за исключением крупных промышленных предприятий. Предстоит еще наладка оборудования, но исхожу из того, что если и будут возникать какие-то проблемы, то они будут быстро устраняться. Нам нужно решать следующие задачи, которые перед нами стоят, а именно к лету, а точнее где-то в апреле, но в крайнем случае в мае, нужно будет обеспечить еще две цепи на Крымский полуостров энергетические с тем, чтобы дать на Крым не менее 800 мегаватт. Сейчас на улицах крымских городов везде горят светофоры, уличное подземное освещение в переходах работает без перебоев, в домах наконец-то электричество есть круглосуточно. Сейчас-то стабильно все есть, в принципе, вообще никаких проблем в этом вопросах. Ну, бывает, там иногда отключают пару часов, но это потому, что из-за аварии, из-за нагрузки на сеть. Очень оперативно отреагируют, свет есть, нормально все. Большая благодарность властям, что они оперативно это сделали. Потому что вообще, вначале говорили 20 декабря, но сделали, вот уже свет был там какого. Ну, в начале декабря уже было нормально, вот так более-менее. Поэтому, я думаю, ну, спасибо властям и тем, кто непосредственно эту нитку тянул. Работает и наружная реклама. Даже днем открылись магазины, кафе. В Симферополе возобновил работу «Ледовый каток» и кинотеатры. Вышли на маршруты троллейбусы. Уже традиционно многие говорят, что виновата Украина. Электричество с ее материковой части не надо. Уже знакомая «Потерпим» стала визиткой жителей республики. Особенно тех, кому за 50. У нас есть свет. Ради Бога, конечно, все нормально, ребята, все хорошо. Мы не такое перетерпим, если надо будет. Там уже, гляжу, работают светофоры, все работает по дорогам, все хорошо. Так что, ребята, все нормально. Крымом должен быть Крым и должен быть русским, ребята. А русские не бросят. За 23 года мы не такое видали. Надо уходить от той помойки. Вовсе ничего украинского нам не надо. Власти Крыма уверены, что после ввода второй нитки первой очереди энергомоста, с учетом собственных ресурсов, общая мощность крымской энергосистемы составит около 1000 мегаватт. Это составляет от 80 до 100% от потребности крымской энергосистемы. Процент потребления зависит от времени суток, температурного режима, выработки ветровой и солнечной энергии. Довольные горящими лампочками крымские пенсионеры прильнули к телевизорам. Сейчас мы радостные, что все прекрасно. И главное, были биатлоны, и везде нас показывают, и все. Ничего, пережили. Да. Это не то, что на Донбассе пережили. Молодцом. Потому что нам Россия дала, все восстановили, теперь все нормально. Я вот здесь недалеко живу, у нас не отключают, нормально все. По графику давали, по графику. И бывало и два часа не было, была только там три часа, бывало вообще трое суток как-то вообще не было. Вот и сейчас нормально, все хорошо. Кстати, версии о том, каким образом удалось так быстро подключить этот самый энергомост, несколько, в том числе и это, озвученное российскими СМИ. Энергомост в Крым оказался построен в считанные дни, как по мановению волшебной палочки, невзирая на штормы в Керченском проливе. В прессе появилась интересная версия того, почему энергомост в Крым был построен так быстро, после начала энергодефицита на полуострове. Потому что энергомоста вообще нет. А есть в реальности российская атомная подлодка в Феодосии, которая запитала своим реактором сухопутные энергомощности. Причины секретности понятны, уточняет издание. Атомные лодки не имеют права проходить через турецкий пролив Босфор, а эта лодка была проведена нелегально. От МАГАТЭ это тоже скрыли. В реальности же, добавляет редакция, первую нитку энергомоста запустят не ранее 20 декабря. Так это или нет, узнать невозможно. Однако сомнения в существовании энергомоста есть. Поставка товаров в Крым ограничена теперь и на государственном уровне. Кабмин Украины принял соответствующее постановление о запрете торговли. Его действия не распространяются на гуманитарную помощь и на поставки электроэнергии. Постановление в силу еще не вступило, но на правительственном портале уже можно увидеть список товаров, разрешенных для ВОЗа. Каждый, кто едет в Крым, может провозить 50 килограммов продуктов. А вот о создании специальных хабов для крымчан в Херсонской области до сих пор никакой информации от властей страны нет. В среду, 16 декабря, кабинет министра Украины принял решение о прекращении торговли с оккупированным Крымом и неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей. Решение вступит в силу через 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Забороняется поставки работ, товаров, послуг за всеми митными режимами с темчасово окупованою территорией на другую территорию Украины та або с другой территории Украины на темчасово окупованную территорию Украины. За вынятком личных вещей граждан, социально значительных продуктов питания и гуманитарной помощи. Что до поставки электрической энергии, то такое поставки может действовать на основе решения Ради национальной безопасности и обороны. Поставки электроэнергии на оккупированные территории, по словам премьера, могут осуществляться на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Напомним, 8 декабря в украинском парламенте был зарегистрирован проект закона о временно оккупированной территории Украины, который предусматривает запрет на торговлю с оккупированными территориями страны, а также на поставку им воды и электроснабжения. Кроме того, устанавливает режим государственной и таможенной границы для линии разграничения. Оккупационные власти отбирают у частных предприятий судака скважины питьевой воды. Три из пяти этих предприятий согласились добровольно передать их в управление. С оставшимися двумя штаб по чрезвычайной ситуации решил разобраться, как заявляет Аксенов, по закону военного времени. Он потребовал так называемые органы внутренних дел выставить охрану возле скважин и провести принудительную национализацию. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 14 декабря, заявил о действии на территории полуострова режима военного времени и потребовал принудительно отобрать у пяти предприятий в судаке скважины с водой, передав их администрации города. Об этом он заявил на заседании межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. В режиме чрезвычайной ситуации протокольное решение, обязывающее передавать скважины в целях обеспечения населения питьевой водой. В отношении тех, кто препятствует по режиму военного времени, возбуждаем уголовные дела по нанесению вреда Республики Крым. Тут же вводить временную администрацию и скважины все равно передавать. Если решение штаба по чрезвычайной ситуации не будет выполнено, прошу органы внутренних дел выставить охрану возле данных скважин и проводить принудительную передачу. Как сообщалось, 21 ноября в селе Чеплынка были повторно взорваны ранее поврежденные опоры линии электропередач, по которым электроэнергия поступает из материковой Украины на территорию Крыма. Полуостров был полностью обесточен. Там был введен режим чрезвычайной ситуации. И сегодня гость у нашей студии Виктор Вишневский, главный науковый споробитник Института водных проблем для малиорации Национальной академии аграрных наук Украины. Скажите, пожалуйста, водная тема. Сейчас в Крыму через брак электрики виходят из ладу даже некоторые насосные станции, то и питной воды даже не хватает. Как вы считаете, взагалі, какая доля водного господарства Крыму в будущем? На самом деле, нужно сказать, что проблема не в насосных станциях, а в том, что вода из Дніпра в Крыму уже полтора года не подается. То есть, этим насосным станциям нет, что перекачивать. Там просто еще и говорится трансформатор сейчас через перепады напруги. Ну, то, будем сказать, внутренние проблемы сьогодення, которые связаны с нестачей воды, с перепадами напруги и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, не электричная проблема является главной в Крыму. В результате, подать электроэнергию, в принципе, на сегодня это реально. Незравненно сложнее подать туда воду іншим шляхом, чем Певно-Крымский канал. И нужно сказать, что поколения людей, гидротехники, которые строили этот объект, и, наконец, в 1963 году, уже полгода тому, впервые на Крыму потрапила Дніпровская вода. И, наконец, причинила очень значительные позитивные изменения, разумовавши просто те, что Крым, принаймні, в певничной, в его схидной частине, став совсем не схожим на пустель, у которой он был до этого. Ну, достаточно подивиться, скажемо, на космические снимки Крыму до 2013 года, и он весь виглядал достаточно весело в зеленом кольору. Совсем инша картина останнім часом. Когда певнич и схид Крыму не срошуются, а не срошуются, потому что туди не подается вода. Дивите, остальная информация. За данными кримских коллегов, обмелили Белогирске и Тайганске водосховища. В Белогирскому лишилось 20% води, в Тайганскому 18%. Але екописная влада заявляет, что в целом на Крым, на зиму, води вистачить. Как вы вважаете, это правда или нет? Потрібно сказать, что в Крыму насправді створено было 23 водосховища в разных его куточках. И причем из них 5 были створены порядка с Певно-Крымским каналом, або безусловно на ньому самому. И саме из последних водосховищ вода забиралася до таких мест, как Керч, Феодосия, Судак. И, наконец, это давало возможность мешканцям этих мест спокойно дивиться в будущее. Теперь через нестачу воды, через достаточно посушливый 2015 год, конечно, водосховища истотно спрацьованы. Но то, что прогнозировать будет через несколько месяцев, достаточно сложно, потому что много зависит от погодных умов. На счастье для крымчан, саме в зиму, принаймні в Крымских горах, випадает достаточно опадов и, возможно, частково водосховище восстановит свою наполненность. Вот таке питание у меня до вас. Зараз блогеры крымские сообщают, что из колодязов стала возникать вода. И много говорят про то, что через бурение свердловин еще и засолюются земли. Насколько это глобально проблема для Крыму? Потрібно сказать, что эта проблема относится не только Крыму. 2015 год, хотя он еще не закончился, скорее всего, в Украине будет наитеплительным роком за всю историю спостережений. И то, что я сказал слово «Украина», не випадково поширяется на слово «Крым». Так вот, Крым, конечно, не виняток, и там тоже в этом году спостерегалась аномальная посуха, очень высокие температуры и водные ресурсы частково виснажені. И, соответственно, частково виснажені и подземные воды. И, подобно того, как на большей части территории Украины вода снизила свой уровень, або в деяких Крыницях взагалі зникла, то же самое спостерегается в Крыму. Но в Крыму, на додаток до этого, очень много воды, через то, что перестала надходити вода по Певнично-Крымскому каналу, стала забираться из подземных джерел. И это позволило додатковое снижение уровня подземных вод и такое явище, которое для Певния более характерное, как их засоление. Тобто, возможно, воду в будущем можно будет брать, но она перестанет быть придатной для питных потреб. Нагадаю, что для нас с вами есть определенные требования, и нужно, чтобы вода питная, которая, которая попала до нас, не была с большей минерализацией, чем один грамм на литр. В Крыму, и в местных речках, и в подземных водах очень часто этот показатель превышается. Как вы говорите, насколько это большая проблема? Это очень серьезная проблема, и я думаю, что уникнуть ее загострения в ближайшее время не вдасться, потому что, вероятно, это не случайно. Если бы можно было решить проблему Крыму без Дніпровской води, то она была бы решена именно так. Но ее решить не могло было ни 50 лет назад, ни сейчас. И поэтому до последнего времени у Крым щороку подавался кубичный километр води, который, передусім, использовал для зрошения, но значная часть воды использовалась для господарских питных потреб. До речи, когда говорится про господарские питные потребы, то это означает, что вода потребна людям, ну, скажем, для митя посуду, для проня, и так далее, и тому подобное. Поэтому, возможно, води будет достойно для питания, а вот, скажем, как быть с миттем посуду, с проняем, использованием воды для, извините, потреб физиологических, то тут проблема будет, звичайно, загострюваться. Дякую вам дуже за розмову. Нагадую, в цей студии проблеми с водой с нами обговорил Виктор Вишневский, главный науковый співробітник Институту водных проблем та мелиорации. Практика преследования родственников осужденных набирает обороты в Крыму. Так продолжается уголовное дело против брата-политузника Александра Костенко Евгения. Его обвиняют в том, что он якобы показал неприличный жест судье после оглашения приговора брата. Статья Уголовного кодекса России, которую инкриминирует Евгению, предусматривает штраф, принудительные или исправительные работы, либо арест. Адвокат Евгения Дмитрий Сотников, однако, опасается, что подзащитного попытаются принудительно поместить в психиатрический стационар. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. При этом в положенные сроки даже не известили адвоката. Костенко заявляет об отказе от экспертизы. 14 декабря в Симферополе правоохранители допросили брата осужденного евромайдановца Александра Костенко Евгения. Молодого человека обвиняют в том, что в мае на оглашении приговора суда по делу его брата он якобы при выходе из зала заседаний показал неприличный жест в сторону судьи, чем оскорбил его честь. 15 мая был достаточно серьезный накал страстей в суде. Сашу в очередной раз прессонули в СИЗО в Крымском. И мы пытались донести до суди, что следует отложить оглашение приговора. Судья нам отказал. В результате я покинул зал судебного заседания в знак протеста против такого судилища. И вслед за мной покинули судебное заседание семья Костенко. При этом из-за того, что был серьезный накал страстей достаточно, Евгению стало плохо, ему свело руку. Он ее как-то попытался встряхнуть, что ли. И вот этот жест был как раз расценен достаточно неадекватно судьей. По факту якобы оскорбительного жеста в сторону суда со стороны Евгения Костенко 15 мая был составлен протокол судебными приставами. И были взяты объяснения на допросе 14 декабря. Евгений Костенко принес извинения за то, что данный жест в мае был расценен как оскорбление, рассказал адвокат брата Евромайдановца. По его информации следователи уже допросили сотрудников ОМОНа, судебных приставов, а также секретаря заседания. Все они отмечают сотников. В один голос рассказали, что его подзащитный показал неприличный жест именно в сторону судьи. Мне кажется, что возможно сейчас будет психологическое давление на Сашу. У нас просто есть определенные предположения, что сейчас Саше будут требовать показания на одного человека, которого я называть не буду публично, но который достаточно известная личность, стал с недавнего времени еще более известным. Поэтому будем, соответственно, мониторить это состояние, будем следить, чтобы никаких к Саше претензий не было. А вот данный инцидент, я считаю, возможно, инструментом давления на него. Сторона защиты сейчас готовит свидетелей, которые подтвердят, что Евгений Костенко никаких жестов в сторону суда не показывал. Когда их вызовут на допрос, следствие пока не сообщает. Дмитрий Сотников говорит, что у защиты есть и другая задача. Мы представим свидетелей защиты. Эти свидетели, ну, чего говорить, это родственники, это дядя Евгений и Саши Костенко. Это их двоюродный брат, которые были, тоже выходили в судебное заседание. Наша главная задача не допустить до психиатрической экспертизы, потому что мы не уверены в компетентности психиатров местных, крымских. Мы думаем, что тут может быть достаточно серьезная подстава. И из статьи, которая не предусматривает лишение свободы, как вид наказания, можно сделать принудительные меры медицинского характера. Поэтому наша задача сейчас до этого не довести. По словам Сотникова, до допроса 14 декабря следователи настаивали на психиатрической экспертизе Евгения Костенко, оснований для проведения которой нет. Брат евромайдановца подал ходатайство о том, что такое свидетельствование в данном деле может проводиться только добровольно. Адвокат добавляет, молодой человек не понимает, каким образом определили, что его якобы оскорбительный жест был показан именно судье, а не другим участникам судебного разбирательства. Евгения обвиняют по пункту 2 статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней говорится об оскорблении судьи, присяжного соседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. Тогда как пункт 1 определяет наказание за оскорбление участников судебного разбирательства. Разница в пунктах в том, что по тому, по которому объявляет Евгения Костенко, наказания значительно больше. По первому штраф в размере до 80 тысяч рублей, по второму до 200. Отличаются и сроки возможного ареста. По первому пункту до 4 месяцев, по второму до 6. Почему-то вменили именно 297 часть вторую, а это более тяжкое считается, при том, что в суде находилось очень много людей. Но именно из всех этих людей, именно судья Можилянский оскорбился, никто другой. То есть могли бы сказать, что оскорбил секретаря или оскорбил судебного пристава, тогда была бы часть первого. Это более, ну, более меньшее наказание и вообще она более легче. А так именно почему-то часть вторую. Следствие по делу Евгения Костенко продолжается. Напомним, в июле 2015 года на брата осужденного активиста Майдана Александра Костенко завели уголовное дело. Помочь объединить крымские и донбасские санкции против России просят дипломатов лидеры крымско-татарского народа. Об этом шла речь на этой неделе в Киеве во время четвертой традиционной встречи Межлиса крымско-татарского народа с представителями ДИП-миссий и международных организаций, аккредитованных в Украине. Отказ от комплексного рассмотрения российской агрессии в Украине может помочь легитимизации аннексии Крыма, считает глава Межлиса Рифат Шубаров. Представители Межлиса крымских татар совместно с дипломатическими миссиями ряда европейских стран инициируют идею объединения санкций против России, которые ранее были введены странами Европы и США из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев по итогам четвертой ежегодной встречи с представителями ДИП-миссий в Киеве. По его словам, эту идею поддержали большинство участников встречи. Прозвучала идея о том, что невозможно смягчать или убирать какие-то санкции только потому, что где-то там частично соблюдаются агрессором какие-то условия. Но пока продолжает оставаться в оккупации часть территории. Поэтому здесь четко говорилось о том, что необходимости объединения этих санкций. Экономические санкции в отношении России, напомним, действуют около двух лет, пока продолжаются оккупация Крыма и военные действия на Донбассе. Они касаются всех сфер экономической деятельности страны-агрессора в мире. Таким образом, мировое сообщество пытается понудить ее освободить оккупированные украинские территории. С начала аннексии Крыма там постоянно нарушаются права человека и преследования граждан по политическим, религиозным и другим признакам. Однако полноценно мониторить ситуацию на полуострове на сегодняшний день невозможно. Международные наблюдатели больше года лишены доступа на полуостров. Оккупационные власти блокируют все попытки международных миссий попасть в Крым. Спросите у своего руководства, как они так делают, что они нас приглашают и нас не пускают сюда заехать. Задайте такой вопрос. Мы подождем пока. Мы уже запрашивали их, командовать, запускали. В ситуации с допуском в Крым представителями дипломатических миссий усложняет еще и участие России в составе Совета Европы и ее право витировать те или иные решения. Поэтому в ходе четвертой встречи с дипмиссиями в Киеве представители МИДЖЛИСа крымских татар призвали международное сообщество продолжить работу по созданию в Крыму международной миссии ВСЕ, которая бы мониторила многочисленные нарушения прав человека и оперативно реагировала на них, информируя мировое сообщество. Это вопрос, озвученный председателем МИДЖЛИСа крымских татарского народа, по необходимости создания какого-то постоянного представительства, самого высшего международного органа, представительства ООН на оккупированной территории, которая могла бы мониторить ситуацию с правами человека. Я думаю, что это очень важно, хотя, конечно, все это зависит, насколько это удастся. Об итогах встречи в Киеве представители международного сообщества отчитаются перед правительствами своих государств. Решено также и дальше контактировать с украинскими властями и представителями МИДЖЛИСа для дальнейшей разработки стратегии возвращения Крыма под контроль Украины. И это была вся информация о нынешней неделе. Больше новостей на сайте Черноморки Блэкси ТВ. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска программы Кремлив. Субтитры создавал DimaTorzok